Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова. Мы с вами на детском канале Даровиновского музея. Я отвечаю на ваши вопросы. Но, прежде чем мы приступим к ответам на вопросы, посмотрите, мы с вами находимся на летнем пространстве музея, на крыше выставочного комплекса. И здесь проходит замечательная выставка. Называется она «Москва. Среда обитания». Так что милости просим, приходите. У нас красиво, интересно и много чего есть посмотреть. Ну что же, давайте вернемся к нашей теме. Сегодня я отвечу на вопрос, ленивы ли ленивцы. Ты хочешь сказать, что ленивцы медленные? Привет, Джуди. Очень. Рады? Очень. Чем потерпеть? Могу. Служить. Ну, я хочу, чтобы вы один номер про… Вам. Ну, я хочу, чтобы вы один… Любезные. Ну, наверняка вам эти животные знакомы. Вы знаете, какие они медлительные, какие они неторопливые, как они медленно все делают. Но на самом деле, конечно, лень – это категория человеческая. И к животным она, в общем, неприменима. Потому что это мы с вами можем лениться. Для ленивца медлительность – это образ жизни. Мало того, можно сказать, что ленивец изобрел массу энергосберегающих технологий, которые позволяют ему расходовать мало энергии. Ну что ж, давайте по порядку. Во-первых, ленивцы относятся к отряду неполнозубые. Вместе с ними к этому же отряду относятся также броненосцы и муравьеды. Эти животные вообще не похожи друг на друга, но, тем не менее, есть анатомические черты сходства, которые их объединяют. Ну и, как вы понимаете, неслучайно они названы неполнозубыми, потому что, действительно, с зубами как-то у них все не очень хорошо. У современных ленивцев всего 18 зубов, и эти зубы имеют очень примитивное строение. Они довольно острые, по форме напоминают колышки, но у них нет эмали и нет корней. Но, собственно говоря, поэтому животные называются неполнозубые. Современных ленивцев совсем немного, их всего шесть видов, которые объединяются в два семейства. Двупалые ленивцы, два вида, и трехполые ленивцы, четыре вида. И можно сказать, что современные ленивцы, которых мы сейчас можем увидеть на нашей планете, это лишь остатки былой роскоши, потому что в плестоцении эта группа животных была невероятно разнообразной, представлена большим количеством видов, очень разным по своей экологии и образу жизни. Наверняка вам хорошо известны крупные, так называемые, гигантские ленивцы. Это такая сборная группа, не систематическая, в которую входят животные довольно крупного размера. Ну, например, один из крупнейших ленивцев мегатерий. Кстати говоря, скульптуру в натуральную величину этого животного можно увидеть в центральном зале нашего музея. И вот мегатерий, это был такой действительно мега-зверь, он достигал 6 метров в длину и мог весить 4 тонны. Конечно, такие ленивцы не могли висеть на деревьях, и они вели совершенно иной образ жизни, они вели наземный образ жизни. И питались они следующим образом. Они подходили к деревьям, и опираясь на свои задние конечности и мощный хвост, передними конечностями наклоняли ветки деревьев к себе и объедали листву. Вообще долгое время считалось, что все гигантские ленивцы были исключительно растительноядными. Но оказалось, что это не совсем так. Есть такой гигантский ленивец, называется он мелодон. Он не такой крупный, как мегатерий, но тоже, в общем, достигал достаточно серьезных размеров. Есть мелодон, который описан в честь Чарльза Дарвина, мелодон Дарвина. И вот не так давно ученые попытались путем различных современных методов выяснить его диету, чем же он питался. Потому что у них давно уже были сомнения в том, что эти ленивцы были исключительно растительноядными. И вот они изучили состав изотопов в шерсти ленивцев, а до нашего времени дошла даже шерсть. Кроме того, они изучили еще и дошедшие до нашего времени капролиты, фекалии древних ленивцев мелодонов. И вот в результате оказалось, что, судя по изотопному составу шерсти, эти ленивцы не прочь были съесть и какой-то пищи животного происхождения. Скорее всего, это были какие-то некрупные животные, а, быть может, это даже была падаль. Потому что вряд ли гигантские ленивцы были очень уж стремительными и трудно себе представить, чтобы они, например, могли как-то охотиться. Когда ученые изучили их капролиты, они нашли там различных паразитов, ну, например, различных червей, которые свойственны для животных платоядных или для животных всеядных. Что тоже подтверждает гипотезу, что эти животные питались не только растительной пищей. Самое удивительное, что среди ленивцев были даже такие, которые освоили водный образ жизни. Есть род ленивцев Таласа Кнус. Эти животные приспособились к жизни в море. Они населяли прибрежные районы и небольшие глубины и вели образ жизни, наверное, исходный с образом жизни ламантинов современных. У них были определенные адаптации к водному образу жизни. Например, кости их скелета были довольно толстыми, массивными, тяжелыми, что позволяло им нырять на глубину для того, чтобы питаться водорослями. Так что, видите, действительно, прежде ленивцы были значительно более разнообразны. Большинство ленивцев вымерло около 11-10 тысяч лет назад, ну, а на островах Карибского моря оставались некоторые виды, которые просуществовали до 4 тысяч лет тому назад. Все же современные ленивцы – это животные небольшого размера, ну, наверное, со среднюю собаку, и они все ведут древесный образ жизни. У них есть множество интереснейших адаптаций, которые позволяют им выжить, питаясь довольно скудной питательными веществами пищи, такой, как листья. Итак, что есть общего у всех ленивцев? У всех ленивцев очень своеобразно устроено тело, потому что они ведут образ жизни такой висящий, в течение всей жизни практически они висят, очень редко спускаясь на землю. И у них есть замечательные когти, которые похожи на большие крюки. При помощи этих когтей они подвешиваются к веткам деревьев, и при этом им не требуется никаких мышечных усилий для того, чтобы висеть на дереве. Кроме того, в связи с тем, что они в основном висят кверху брюхом, у них и шерсть растет, соответственно, совсем не так, как у всех остальных млекопитающих. Она у них растет по направлению от живота к спине. Это очень удобно, поскольку в тропических лесах часто идут дожди, и лишняя влага по этой шерсти очень хорошо стекает вниз. У ленивцев потрясающая совершенно шерсть. Она довольно длинная и густая, она несколько грубая на ощупь, но самое, пожалуй, интересное, что в этой шерсти есть ложбинки. Это позволяет задерживать в шерсти достаточно большое количество влаги. Зачем? Дело все в том, что на шерсти ленивцев нередко поселяется довольно большое количество разнообразных микроскопических водорослей, и они придают шерсти ленивце зеленоватый цвет. И это, во-первых, великолепная маскировка, потому что среди зеленых листьев кронных деревьев ленивец с зеленой шерстью, согласитесь, гораздо меньше заметен для хищников, чем с какого-либо другого цвета шерстью. Но помимо того, что это позволяет животным маскироваться, это играет еще одну очень важную роль. Особенно это важно для трехпалых ленивцев, которые питаются почти исключительно листьями растений, чаще всего листьями таких деревьев, которые называются циркопией. Листья эти очень непитательные, они довольно трудно перевариваются и долго, а вот микроскопические водоросли на шерсти ленивцев обладают большими, достаточно количеством питательных веществ, необходимых для роста и развития животного. Соответственно, во время автогруминга, когда животное чистит свою шерсть, оно заодно поедает эти микроводоросли, которые являются, если так можно сказать, очень полезной пищевой добавкой. Кроме того, шерсть ленивцев – это прекрасная среда обитания для огромного количества самых разнообразных других организмов. Но мы уже сказали, что в шерсти есть водоросли микроскопические, там же есть микроскопические грибы, там же живет огромное количество различных членистоногих. Часть из них – это паразиты, разнообразные клещи, кровососущие насекомые, такие, например, как комары и мухи различные, кровососущие. Но помимо этого есть еще и так называемые коменсалы, которые не наносят ленивцам никакого вреда, а некоторые из них даже приносят достаточно значительную пользу. В шерсти ленивцев живут бабочки, представьте себе, и на одной особи, на одном ленивце может быть порядка 120 бабочек. Бабочки-огневки маленькие, совершенно внешне невзрачные, и, собственно говоря, всю свою жизнь практически они проводят на шерсти ленивца, они почти не прилетают с места на место. Но вот что интересно, ленивцы все-таки изредка спускаются на землю. Сейчас я вам открою самую важную туалетную тайну ленивца. Зачем все-таки он это делает? Надо сказать, что ленивцы в туалет ходят нечасто. Происходит это примерно раз в неделю, а то и реже, поскольку процесс переваривания пищи длится у них очень долго. У них огромный желудок. Это желудок многокамерный, в котором живет множество микроорганизмов, позволяющих перерабатывать листья и добывать из них какие-то питательные вещества. Представьте себе, что у сытого ленивца вес его желудка составляет примерно две трети веса самого ленивца. То есть, представляете, какого размера желудок. Он очень медленно переваривает свою пищу, но тем не менее, все-таки раз в неделю ему необходимо сходить в туалет. И вот двупалые ленивцы иногда делают это прямо не спуская с ветвей, а вот трехпалые ленивцы обязательно спускаются вниз. Это, надо сказать, операция непростая и опасная. Ленивец спускается на землю, вырывает небольшую ямку, ходит в туалет, затем эту ямку прикрывает листьями и отправляется наверх. И вот в то время, когда он находится на земле, это самый опасный момент его жизни. Он самый уязвимый в этот момент, потому что он станет легкой добычей, если рядом вдруг окажется хищник. И долго для ученых оставалось тайной. А зачем тогда он это делает? Почему бы ему не проделать все это в воздухе? Так вот, оказалось, что в тот момент, когда ленивец спускается вниз, чтобы сходить в туалет, те самые бабочки-огневки, которые живут на его шерсти, откладывают в фекалии ленивца яйца. Когда из этих яиц вылупляются личинки, то личинки питаются пометом, а не капрофаги. Ну а, собственно говоря, когда уже развивается взрослая бабочка, первое, что она делает, она отправляется искать нового ленивца. То есть вот этот процесс испорожнения кишечника ленивца совершенно необходим бабочкам-огневкам для их жизненного цикла. Считается, что, скорее всего, именно это та самая причина, для чего ленивец спускается вниз. Но с бабочками все понятно. Для них ленивец это среда обитания. Но непонятно, зачем это надо самому ленивцу. Считается, что когда огневки погибают, они разлагаются грибами, живущими на шерсти ленивцев, до неорганических веществ. И таким образом насыщают шерсть ленивцев различными соединениями азота, необходимыми для хорошего роста водорослей. То есть каждый ленивец – это такая сложная экосистема, где множество различных живых существ взаимодействуют друг с другом. И, собственно говоря, помимо бабочек и клещей живут разнообразные жуки. То есть можно сказать, что каждый ленивец – это такой передвижной маленький компактный зоопарк. Ну и, кстати говоря, мы говорили, что ленивцы медленно переваривают и как много весит их желудок, особенно когда ленивец уже сыт. Но при этом надо сказать, что вот с мышечной массой у ленивцев довольно плохо. Мышечная масса ленивцев очень низкая и составляет примерно 40% мышечной массы любого другого млекопитающего примерно такого же размера. И это одна из тоже важных энергосберегающих технологий, потому что на поддержание мышц и на их движение необходимо тратить достаточно много энергии. Мышечная масса маленькая, значит энергозатраты организма уменьшаются. За счет чего еще можно снизить энергозатраты? Да, конечно, за счет медленных движений. Поэтому ленивец и движется так медленно, и нам кажется, что он такой медлительный. Он просто энергоэффективный очень. Просто такой образ жизни позволяет ему максимально снизить затраты на свое жизнеобеспечение. Кроме того, довольно много времени ленивец отдыхает. Он может спать в некоторых случаях до 20 часов в сутки. Сейчас наверняка многие из вас ленивцу позавидовали. Но есть у ленивца еще один способ снизить затраты на поддержание своей жизнеспособности, энергетические затраты. Это довольно низкая температура тела. Если у нас с вами температура тела 36,6 градусов, у птиц еще выше. А вот у ленивца температура тела в среднем составляет около 34 градусов Цельсия. Это одна из самых низких температур, которые вообще есть среди животных. И мало того, эта температура может довольно сильно колебаться в зависимости от температуры окружающей среды и степени активности ленивца. Она может колебаться в пределах 5 градусов. Но когда ленивец не активен, в ночное время, например, когда он отдыхает и спит, температура даже может снижаться до 20 градусов Цельсия. Соответственно, чем ниже разница между температурой среды и температурой тела, тем меньше тепла просто расходуется в пустую атмосферу. И это тоже очень важная такая технология, которая позволяет ленивцам снизить энергозатраты. Да, кстати, я забыла сказать, что двухпалые и трехпалые ленивцы еще и отличаются друг от друга. Ну, во-первых, из их названия можно понять, у них разное количество пальцев. У одних на передних конечностях по два пальца, у других по три пальца на передних конечностях. А вот на задних конечностях у них у всех по три пальца. Кроме того, у них разное количество шейных позвонков. Если у двухпалых ленивцев от 5 до 7 позвонков, то у трехпалых ленивцев количество позвонков от 8 до 9. Надо сказать, что это вообще уникальный случаи среди млекопитающих, когда количество позвонков отличается от 7. У большинства млекопитающих, за исключением ламантинов и ленивцев, количество позвонков равно 7. То есть у нас с вами, у мышки или у жирафа количество позвонков одинаково. Ну а дальше все дело в размере, то есть размеры позвонков могут быть разными. А вот у ленивцев, представляете, количество позвонков может быть от 5 до 9. Разница очень большая. И вот у трехпалых ленивцев, у которых количество позвонков больше, чем у нас, у них невероятно подвижные шеи. И ленивец совершенно спокойно может повернуть голову на 270 градусов. Это тоже важная технология, которая позволяет сберечь энергию. Потому что ленивцу надо просто повернуть голову для того, чтобы добраться до листьев. И совершенно не обязательно каждый раз переползать на новое место и тратить на это дополнительные усилия. Что, согласитесь, в общем, очень здорово. Да, ленивцы, конечно, двигаются очень медленно. И средняя скорость передвижения примерно 4 метра в минуту. Но, как ни удивительно, ленивцы довольно хорошие пловцы. И в воде они двигаются гораздо быстрее, чем на дереве, чем на суше. И, в общем, двигаются достаточно грациозно. До 13,5 метров в минуту могут они плыть со скоростью. Но по сравнению с четырьмя метрами на суше, согласитесь, это, в общем, тоже достаточно много. Это в три с лишним раза больше. Интересны не только сами ленивцы, но и интересны те организмы, которые на ленивцах обитают и их активно изучают. Но, в частности, я вам уже говорила, что на шерсти ленивцев есть и разнообразные микроскопические грибы. И вот, когда ученые выясняли, что это за виды грибов, какими свойствами они обладают, оказалось, что эти грибы обладают антибактериальными, антипаразитарными и даже противораковыми свойствами. То есть, вполне вероятно, что впоследствии люди смогут использовать различные вещества, которые вырабатывают эти грибы в различных медицинских целях. У двухпалого и трехпалого ленивца есть еще одно важное отличие. Эти животные отличаются рационом питания. Если трехпалые ленивцы питаются исключительно листьями, и чаще всего это листья такого дерева, как циркопия, то рацион двухпалых ленивцев значительно разнообразнее. Они в пищу могут использовать и различные плоды, и насекомых, и даже мелких позвоночных, и, как ни странно, падаль. Так что, поскольку их питание гораздо разнообразнее, неудивительно, что именно двухпалых ленивцев, как правило, содержат в неволе, например, в различных зоопарках. Так что, если вы соберетесь дома завести такого домашнего питомца, как ленивец, обратите свое внимание на двухпалых ленивцев. Посмотрите, как удобно. Во-первых, животное несложно кормить. Во-вторых, животное не бегает по квартире, не царапает вашу мебель или не грызет ваши тапки. Все время себе висит в уголке и, в общем, никому не мешает. В-третьих, бодросли, которые живут на его шерсти, замечательно озонируют ваш воздух, насыщая его кислородом. В-четвертых, ленивец редко ходит в туалет, но, подумаешь, всего раз в неделю. Это можно как-то перетерпеть. Но зато сколько удовольствия от общения с ним. Посмотрите на чудесную физиономию ленивца. Такое ощущение, что он все время улыбается. Так что, согласитесь, это чудесный домашний питомец, который бы каждый, наверное, с радостью завел у себя дома. Ну что ж, друзья, если вы еще не собрались завести себе дома ленивцев, вы можете прийти в наш музей, посмотреть на то, как выглядят современные ленивцы в экспозиции нашего музея, увидеть, кстати говоря, скульптуру Мегатерия в натуральную величину, познакомиться с нашими чудесными выставками. Не забывайте подписываться на наш канал, писать нам новые вопросы в комментариях. Мы постараемся на них ответить. И всегда рада вас видеть в нашем музее. Всем хорошего дня! Ну что делать? Москва среда обитания. Такая в Москве среда обитания. Непростая.